МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 29 января 92-го года в одночасье рушится советская система торговли. В этот день выходит указ, который разрешает всем свободно покупать и продавать. Стоит толпа людей, следующее утро после указа. В одной руке указ о свободе торговли, в другой руке какой-то товар и торговли. Учителя, врачи, военные бросают работу и устремляются за границу, за товаром. Все они получают емкое и хлесткое прозвище. Челнаки! И плывают расписные острогрудные челны. 24 апреля 1992 года из Москвы вылетает первый чартерный рейс в Стамбул. Большинство его пассажиров – первые российские челноки. Постепенно появляются и новые маршруты так называемых шоп-туров. Польшу едут за одеждой и бытовой техникой. В Италию и Грецию за шубами. В Арабские Эмираты за золотом. В Турции покупают текстиль. Но самый большой поток товаров идет из Китая. Из Поднебесной везут все – одежду, продукты. Даже контрабандный спирт в целлофановых пакетах. Естественно, все это дело под брюками. Обвязывалось на скотч с самого низа до верху. Потом одевались штаны. И вот в таком состоянии человек переходил. Правила просты. Повезет – окажешься в выигрыше. Поймают – попадешь в тюрьму. Перейти границу еще полдела. Главное – остаться в живых по дороге домой. Это последствия налета на автобус с челноками на трассе Москва-Орел. 10 августа 1994 года. Бандиты в масках расстреляли водителей и ворвались в салон. Во время ограбления одного из бизнесменов убивают. Один из пассажиров Орехов опознал одного из членов банды. Хотя они были в масках с прорезью для глаз. Рядом с Ореховым в момент убийства находилась его жена. От ужаса она потеряла дар речи. Это и спасло ей жизнь. После задержания подозреваемых сыщики проводят следственный эксперимент. Женщину просят по голосу опознать стрелявшего. Скажите, когда вы видели этого человека? В автобусе. Когда он убивал мужа. После того, как с подозреваемого снимают маску, происходит неожиданное. Она узнала убийцу. Кто-то только разжал, падла. На что он? На что он? Грабителем оказался давний приятель Орехова. Его одноклассник. Это был Саша. Это был Саша Тиняков. И вот Саша Тиняков выстрелил ему в голову. Через несколько дней после суда вдова Михаила Орехова умерла. У женщины не выдержало сердце. В челночном бизнесе своя иерархия. Высшая каста, так называемые кирпичи. Они же челноки. Средние фонари. Помощники и грузчики. Низшие. Помогайки. Подсобные рабочие. Реальному кирпичу заразный глоб сделай плак отца. Затариваем бабла. Дыбаем в подаре и помогаем. И ломимся на срок капусты. Баула вешаем на верблюды фрамбала. Главное не попасть на хочу за анпифа. Кругом подброс. Недоклад и другая подстава. Клювом не щелкнешь. Если кинули на ревак, ломись капитана. Он траблый разрулит. Крайний получит дубиной по тыкве. А вообще конкретный шопник напарить себя не даст. На дыбле тряпья нагружает половину. Осталось прогнать новую со свистом через шайбу и проканать через шмон в метле. Слил шмотки в сапке, собрал навар. Реально следующий год к нам идти. Продают товар на вещевых рынках. Один из первых столичный рижский рынок. Сюда же стекаются и первые так называемые братки. Они ставят этот бизнес под свой полный контроль. Рижский рынок был родиной московского рэкета. Потому что когда ребята приезжали с разных мест, вы говорите, вы кто? Мы Долгопрудненские, мы Люберецкие, мы Мазутка. Вскоре огромные стадионы становятся торговыми площадками. Крупнейший в стране рынок – московские лужники. Популярная сегодня певица Анита Цой в те годы торговала здесь на центральной аллее. Памятник Ленина, конечно же, на аллее С-3, С-24. Это однозначно, да? Это было самое козырное место. И за Ленина дрались. По данным прессы, цена за место до 50 долларов в день. Еще столько же надо отстегнуть местным рэкетирам за безопасность. Не заплатишь – можешь лишиться не только выгодного места, товара, но и жизни. Среди челноков Анита Цой – обыкновенный фонарь. Чтобы накопить деньги на запись первого альбома, она сама ездит, за товаром, сама стоит на рынке. Все вывозили свой товар на тележках, то есть это было что-то страшное. А все хотели быстрее домой. Если раздавался рядом голос – «Осторожно! Курица с кетчупом!» Все разлетались просто в лед, потому что, естественно, в такой толкучке все выходили в этом кетчупе и в курице. И мы спекулировали этой темой. И когда надо было с моей подругой быстрее пробраться, мы орали – «Осторожно! Курица с кетчупом!» Заработанных денег Анити Цой хватило, чтобы записать в студии всего две песни. Но самые удачливые челноки быстро сколачивают серьезные капиталы и уходят в настоящий бизнес. «Осторожно! Курица с кетчупом! Курица с кетчупом!» «Осторожно! Курица с кетчупом! Курица с кетчупом! Курица с кетчупом!» «Все происходит внезапно!» «ВЫЖИТЕ СКОРОЮ!» «ВЫЖИТЕ СКОРОЮ!» «ВЫЖИТЕ СКОРОЮ!» Единственный, кто видел киллеров без масок – заместитель декана строительного факультета Александр Колосков. «Мне навстречу бежали два парня в черных свитерах до глаз. Они мне так наотмашь рукой в сторону и побежали дальше». «Бизнесменов не только расстреливают. Президента крупного банка Олега Кантора киллеры зарезали в собственном доме. Коммерсанта Юрия Федулова вывезли в лес и задушили. Все эти дела так и остались нераскрытыми!» «ВЫЖИТЕ СКОРОЮ!» «Чтобы максимально обезопасить свою жизнь, коммерсанта нанимают личных охранников». «В декабре 92-го в российский прокат выходит фильм «Телохранитель». «Мне было всего лишь 10 лет, и, конечно, вот Ньюстон в моей жизни сыграла роль учителя». Но в реальной жизни романтики в этой новой для России профессии не так уж много. На этих кадрах рядом с популярным певцом Витасом его личный телохранитель Виктор Якушев. Вот он усаживает звезду в машину. На следующий день после этой съемки Виктора тяжело ранит обезумевшая фанатка певца. «Я повернулся, и в этот момент она взмахнула рукой и как бы зацепила меня. На самом деле был медицинский скальпель. Попала она мне в область шеи». Девушка, пользуясь суматохой, успела скрыться. За свое спасение Витас щедро отблагодарил телохранителя. «В 90-е в России появляется новая профессия – бизнесмен. И она моментально становится опасной. Под удар попадают не только сами коммерсанты, но и их близкие – родители, жены, дети». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Екатеринбург, декабрь 92-го года. Восьмилетний Дима Рускин с друзьями выходит из школы после урока. Неожиданно во двор въезжает девятка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, Дим. Садись в машину. Мама просила тебя домой отвезти. –Пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА –Пока. –Что делать? Я не знаю. –Ничего. Ох ты! Стой, гаденыш! Заткнись! Быстро! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА –Живым Диму больше никто не видел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Основная версия следствия – похищение с целью выкупа. Отец Димы – успешный предприниматель. Рядом с Владимиром Русских – его бухгалтер Елена Целищева. Она готова разделить с ним беду. Вскоре женщина становится его любовницей, а впоследствии и женой. –Целищева Елена обратилась к нему. С просьбой, чтобы она сняла со счета деньги в сумме 80 тысяч рублей. Эти деньги бухгалтер планировал потратить на выкуп. Но похитители так и не вышли на связь. О судьбе Димы родители узнали лишь через полгода. Гребник наткнулся на останки ребенка. Сумка ранец с тетрадями и книжками ученика 2-го класса Димы Русских. Убийц находят только в 2005 году. И первые же их показания шокируют следователей. Они признаются – заказчица преступления Елена Целищева, та самая, с которой отец пропавшего мальчика живет уже 13 лет. По ее приказу мальчика забили дубинками. С убийцами Елена расплатилась деньгами его же собственного отца. – А что делать сейчас? Ну, застрелить за пистолет над ее отец. – Спиной. – Почему? Застрелилась, что ли? – Легко. Сначала бы у вас, потом себе. Елена Целищева уверяет – любовь толкнула ее на преступление. Якобы только из-за сына Владимир не мог бросить семью и уйти к ней. Но следователи уверены – это не любовь, а циничный расчет. – Она продумана, рассчитана. Женщина, которая думала только о себе и о своем счастье. Суд приговорил Елену 15 годам тюрьмы. Мама Димы, Людмила Григорьевна, так и не смогла понять, за что убили ее сына. – Убийство ребенка, маленького, ни в чем не приедетого человечка. Я считаю, что должна быть вообще смертная казнь. В 90-е эстрадных исполнителей уже не называют просто артистами. Они сплошь звезды, как на Западе. Человек российский, к сожалению, выбирает сердце. А думает, как известно, ***. Мы первыми погазали задницы со сцены. Это тоже было нелегко. Ребята, это по своему происхождению совки. А вскоре к сонму звезд присоединяются и представители других публичных профессий – актеры, писатели, спортсмены. Но им приходится столкнуться с оборотной стороной красивой жизни. Автор иронических детективов Дарья Донцова не ожидала, что в жизни станет героиней настоящего триллера. С 98-го года ее преследует неизвестный мужчина. Он называет себя ни много ни мало внебрачным сыном Донцовой. Он написал, что в 48-м году Дарья Донцова в городе Воркута бросила новорожденного мальчика. Вот он вырос, и он приехал ко мне, чтобы упасть на мою грудь со словами «мама». То, что я еще в 48-м году сама не родилась, это как-то его не очень-то и остановило. Мужчина обещал устроить самосожжение у дома писательницы. Дарья даже боялась выходить на улицу. Нам удалось разыскать этого поклонника. Спустя 10 лет Александр решил с помощью нашей программы попросить у Донцовой прощения. Спустите, что достала у вас. Нет, абсолютно, абсолютно не было такого. Молодой был, давно было. Ну, вы сейчас не постарели. А певцу Борису Моисееву угрожали не поклонники, а противники его творчества. Одна партия. Повещание первого разглядеть на Красной площади. СМЕХ Голубей в площади еще нет. Бега к ним громко! Извращенцы! Пошли вон! В начале 90-х бандиты пытались поставить артистов под свой контроль. А порой, как тогда было принято говорить, откровенно кидали. В 91-м Борису Моисееву вместо гонорара за концерт братки приставили к груди дуло автомата. Ты, с***, сейчас не выйдешь, тебя здесь и не будет на свете белом. И я пошел на эту ссадь. Я отработал. Я отработал, я денег не получил. Движение закрыто! Где знаки закрыты? Людьми закрываете! 93-й год. Автолюбители Дальнего Востока протестуют против запрета машин с правым рулем. Ведь Жигули в Хабаровске стоят больше трех тысяч долларов, а подержанный японский автомобиль не больше тысячи. Оказались заложниками автомобильной мафии. Закон приходится отменить. В середине 90-х уже каждая пятая машина в стране иномарка чаще всего подержанная. Казалось бы, чего проще, купил машину за границей подешевле, продал в России подороже. Но перегонщики уверяют, отправляясь в путь, они порой не знают, смогут ли вернуться домой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Трасса Владивосток-Хабаровск. Самая опасная для перегонщиков. Живым можно не уйти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Главное добраться в город до темноты. Осталось 20 километров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не повезло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Машины! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сопротивляться бесполезно. Могут и убить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пешком дойдёшь. Тачку в стойло. Ты ж не в обиде? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты б не ездил один. Ну, типа того. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У автомобилистов есть целый список дорог смерти. Самые опасные трассы. Москва-Минск, Хабаровск-Чита, Москва-Санкт-Петербург, Владивосток-Хабаровск. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эти кадры не оперативная съёмка. Это фрагмент многосерийного фильма, который снимают братки из города Уссурийска. Перегонщик Алексей Навскин один из тех, кто лично сталкивался с крутыми нравами местной братвы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вратки. Ребы такие еле торчат с форточек. Бритые наголо. Ну, у нас тут, браток, платные дороги. Тебя машину отберут, подожгут, и ты там можешь в канаве валяться потом. Но пригнать машину в родной город ещё полдела. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да твою ты мать, открывайся! В начале 90-х звезда бригады и бумера Владимир Вдовиченков зарабатывает перегоном автомобилей. Начинает со старенького немецкого седана. Купил её в Литве у знакомого без документов за 200 долларов. Домой Владимир добрался без особых приключений. Проблемы начались позже. Поехали оформлять машину. Машина оказалась перебита, номера поймали. В общем, целое дело. Актёр до сих пор скрывает, каким образом ему удалось замять это дело. В течение года пытался избавиться от этого автомобиля. В итоге продал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В 90-е на улицы крупных городов выходят представители самой древней профессии. Проституток постоянно сопровождают так называемые мамочки. Именно они предлагают товар лицом покупателю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У ночных бабочек строгая иерархия. Самая престижная работа по вызову. Ступенькой ниже городские проститутки, низшая каста, девочки на трассах, так называемые плечевые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С каждым годом всё краше дорогие края. Плечо. Отрезок трассы от одного населённого пункта до другого. Плечевые обслуживают водителей прямо в кабине. Потом снова возвращаются на рабочее место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лучше родины нашей нет на свете. На трассе работают девушки из бедных семей. Дома иногда же поесть нечего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А накормишь? Есть тушёнка, будешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Декабрь 99-го года. Барнаул. Подростки находят в лесу тело девушки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следствие установит. Ещё неделю назад она работала на трассе Барнаул-Новосибирск. Ремесло плечевых проституток смертельно опасно. Но они сознательно идут на этот риск. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ольга Савельева работает на трассе Москва-Нижний Новгород. Однажды она попала под так называемый конвейер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О своей жизни Ольга говорит без всякого стеснения. Однажды её подругу изувечил маньяк. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Женя из Владимира пошла на трассу, чтобы прокормить парализованную мать, сестру и маленького сына Егора. Родным она говорит, что работает в придорожном кафе. От её деревни до дороги 10 километров пешком. Но другой работы в посёлке просто нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В 90-е каждый выезд скорой помощи для врачей может стать последним. К выезду готовиться заранее. Позаботиться нужно не только о медикаментах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Взяла? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Баночка с молотым перцем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опасность может подстерегать где угодно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ради очередной дозы наркоман готов на всё. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Средства самообороны помогают не всегда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только в 94-м году в Москве зарегистрировано более 200 случаев нападения на бригады скорой помощи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опасными становятся когда-то самые мирные и уважаемые профессии. Вот такими были лихие 90-е. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова